всем привет в этом видео я вам хочу показать чемпион полухлопковый что я хочу на этот чемпион рассказать я это тем первый зала очень давно не не год не два назад очень давно даже не помню это моя работа первая как как объяснить это первая моя работа полухлопковой ниткой я работала и сразу как вы поняли любил любилась я наказал baby cotton и как раз хочу вам показать что вы увидели через сколько лет вещь выглядит очень хорошо из такого пряжа когда будьте вязать я каждый раз вязала и каждый раз любилась и вяжу и буду вязать ну у меня кое-какие этот есть причины жаловаться но это уже другой на другое видео мне какой-то чип случилось но ничего бывает смотрите на этот чемпер есть 100 ошибок как я знаю и вижу сейчас ну это не это моя любимая вещь как говорится очень любимая цвет тоже очень благородная голубой цвет когда цветовой кому смотришь на эту пряжу сразу не знаю чего но у меня это моя субъективное мнение сразу класс бросается этот цвет я из этого цвета вязала очень много вещей и очень довольна смотрите не катышки ничего нету не не сильно не валялась ничего все все хорошо я этот вечно ношу очень часто я даже летом по вечерам или с утра рано куда-то ходить нашу осенью тем более очень хороший базовый вещь здесь много ошибки есть мне даже где-то смешно где-то нехорошо но есть она смотрите вот вот вам например что то того когда я научилась вязать немецкие укороченные ряды я сначала не знала что это немецкие укороченные потому что у меня пряжный магазин у меня в доме находится там женщина продавщица мне показала она даже не сказала что это немецкий а потом я изучила и и мне это то моя подписчица очень внимательно спасибо мне написала я изучала да это немецкие укороченные ряды здесь я раньше я делала с накидом и как так с накидом все равно видно еще и когда полухлопок я первый раз вязала вот видите здесь видно но все равно не перестанет пить моим любимым это свитер кофта чем пер не знаю как сейчас переименовали вот еще я на этот chamber научилась закрывать иголкой и здесь тоже куча ошибок ну так наверное камера не не выдает вы не видите я знаю скрывать не буду потому что я вроде бы я даже не помню у кого смотрела это уже не важно как закрывать иглой но там не сказано было что последние два ряда надо вязать полу резинкой я не вязала я сразу вязала один на один резинка их закрывала потом сварю у меня никак здесь вот этот круглый объем который мне нравится вот тут нету никак думаю что не так делала вроде бы все так делала потом через время посмотрела видео там не русскоговорящий может турчанка не помню тоже это было очень давно и я увидела что оказывается надо последние 2 ряда вязать полу резинкой чтобы получилась этот эффект сначала начинала я просто набирала здесь не итальянский набор сытник я уже понимаю что если я хочу иголкой закрывать значит надо на набирать итальянские чтобы было как бы они одинаковые в виде я здесь набирала обычно рукава тоже закрывала обычно как как обычно классический вниз уже решила иголкой научиться понимать и ну ничего в общем вещь очень базовый хороший я хочу эту идею показать вам может уже вы начинаете вязать на осень это очень хороший вещь это не жаркие не холодный не холодный весь средний очень базовый реглан сверху вязала здесь как лодочка у меня где-то фотка есть я вам покажу вы увидите и мне нравится смотрите регланная линия 3 а вы делала как узор вот рукава здесь широкие я так и задумала что широкий было мне нравится как бы он сам какой-то широкий оверсайз как сейчас говорится и смотрите как вы поняли я очень люблю акцент делать на спинке не наперед а на стене спинки смотрите это не никак не узор как как мне хотелось так вязала это или елочка называется или или что вот смотрите мне очень очень нравится вот это вам такая идея если что вяжите разные цвета даже ой извините чуть ли не этот еще и у меня холодильник начинает работать надеюсь вам не мешает если сильно мешает пишите потому что внезапно появляется как холодильник работает как будто уже я не имею права работать вот такая идея на осень уже хотя у нас очень днепре очень-очень жарко никакой не осень но я так понимаю что в россии уже холодновато прохладно уже хочется наверное осенние вещи я буду вязать сейчас показать и есть у меня еще целые стопка что я раньше вязала как раз вы будете и пряжу судить как через сколько-то лет как выглядит я в машинке стираю как вы уже знаете и вот такая простая простая и красивая вещь вяжите можно можно не тут узора на рукавах пустить или наперед кто как как любит вот такая идея у меня если вам понравилась такая идея если что-то непонятная по петельной сейчас не буду считать как когда-то как вы зал тем более сами видите здесь много ошибок если что-то непонятно будет пожалуйста пишите я с удовольствием буду отвечать вяжите я советую это очень хороший вещь если вот такая идея понравилась пишите комментарии поставьте лайки кто еще не подписался на мой канал подписывайтесь будем дружить будем вязать перевязать учиться всем пока до новых встреч